Всероссийская акция «Блокадный хлеб» открывает год памяти и славы. Круглые столы, классные часы и уроки мужества, на которых школьникам рассказывают, как в блокадном Ленинграде выживали долгие 872 дня. Видели смерть, не сдавались и что значили 125 граммов хлеба. Вы можете сравнить. Казалось бы, современному человеку вы можете прожить реально. А вот как на этот прожить? Как с этим кусочком можно сохранять жизнь? Аппетитный коричневый с корочкой, но твердый, словно кирпич, а хлебный мякиш, как пластилин. Ради 125 граммов надежды тысячи блокадников сутками стояли в очередях, чтобы прожить еще один день. Хлеб выпекали из того, что было, к так называемой обойной муке, самого грубого помола, чего только не добавляли. В ход шел жмых и даже с мед его собирали с полок и вытряхивали из мешков. Это так называемая мучная пыль. Добавляли даже целлюлозу для объема. А в самые голодные месяцы она составляла четверть пайки. Студенты Симферопольского медицинского колледжа приготовили максимально приближенный вариант блокадного хлеба. В составе древесные опилки, березовые почки, тертая сосновая кора. Они искали этот состав везде, во всех исторических документах. Поднимали источники, на самом деле. И понятно, что многих составляющих сейчас не найти. Того же клестера, еще какого-то строительного материала, из которого изготавливаются. Но приближенно. Есть, конечно, я вам не рекомендую, но вот так вот для ощущения понять, что вообще чувствовали жители блокадного Ленинграда, сложно. Тысячу таких кусочков сегодня выпекли на Крымском хлебозаводе. Ингредиенты другие, но важен здесь совсем на состав. Это даже невозможно представить. Вот этим хлебом они питались один день. Я даже представить себе не могу, как один день можно прожить на таком маленьком кусочке хлеба. Особенно это маленьким детям. Волонтеры, раздавая хлеб, объясняют, что этот маленький кусочек был единственной едой за день. У Татьяны Чепрасовой на фронте воевал отец. Защищал блокадный Ленинград, где и был тяжело ранен. Папа мой был очень скромный. И вот у меня память. Папа мой вообще. Я его люблю. И вот его медаль в блокаде Ленинграда. Он был все 872 дня. Он был командиром зенитного орудия. Был ранен два раза в ногу. Лежал там в госпитале. Потерял много крови. Малютин Артем Филиппович был и на страшном Невском пятачке. 22 декабря 1942 года был награжден медалью за оборону Ленинграда. Вся семья чтит память о горе, а с 2012 года его дочь, внуки и правнуки идут в бессмертном полку. Тысячи историй, которые как частичка времени, отголоски которого мы слышим сегодня. Антонина Шитова, Алексей Семенов. Утро нового дня. Антонина Шитова, Алексей Семенов.